Продолжение следует... В прямом эфире на канале ТВ5 новости в студии Алена Матвеева. Здравствуйте. Защитники границы сегодня отмечают 97-ю годовщину существования пограничных войск. В Запорожье вновь надеть зеленые береты и вспомнить службу собрались пограничники разных поколений. Это ветераны Второй мировой войны, служащие погранвойск Советского Союза и, конечно же, защитники границ независимой Украины. Как прошло торжественное мероприятие, а также сколько километров запорожской границы под охраной пограничников, расскажет Станислав Печурин. В сквере пограничников сегодня людно с самого утра. Сюда пришли все, кто в свое время был в составе погранвойск Советского Союза и те, кто защищали границы независимой Украины. Служил на Львовской обороны границы, на заставе имени Григория Варавина. Был начальником прожекторной станции, командиром отделения. Уволился, до сих пор общаюсь со своими командирами, со своими сослуживцами общаемся, уже 16 лет. Сейчас Евгений Воробьев работает на Титаномагниевом комбинате и помогает сослуживцам, которых вновь призвали в армию. Чтобы найти необходимые для друзей вещи и технику, обратился в общество ветеранов погранвойск. Там ему помогли собрать все, что нужно. После Евгений отправился в зону АТО. В том году я ездил. Там стоит застава погранвойск, поставили, установили за Мариуполем. И там были мои командиры служили. Собрал не только для них, а для всех, можно сказать, ребят. И на своей машине туда выехал. Были на мероприятии и ветераны Второй мировой войны. Петр Кришко с 1944 года служил в погранвойсках НКВД. Себя он называет «пограничником старого дальнобойного калибра». Напутственным словом поздравил и нынешних защитников рубежей. Продолжайте традицию советских пограничников. Любите свою родину. Дружите, как всегда, как сегодня я вижу, дружба не ссякает в пограничках. Всех вам благ, здоровья, счастья. Пограничники и представители власти вместе возложили цветы к мемориалу. У Запористой области на сегодня несут службы бойцы Берденского прикордонного загона, которые охраняют понад 400 километров Азовского узбережья. Надзвучайно важка дельница. Захищают нас от проникления диверсионно-разведывающих групп противника с Крыма и с темчасово окупированной территорией Донецкой области. Стают надежным заслоном, как против диверсантов, так и против контрабандистов. По случаю профессионального праздника ветеранов пограничных войск, в том числе и Евгения Воробьева, наградили грамотами за существенный вклад в охрану государственной границы Украины и военно-патриотическое воспитание молодежи Запорожья. Станислав Пичурин, Константин Пороскевич, ТВ5. В Запорожском медицинском университете юбилей. На этот раз его отмечают кафедры патологической анатомии и патофизиологии. Исполняется ровно 50 лет с даты их создания. По этому поводу в университете состоялась всеукраинская научно-практическая конференция. Мы подводим промежуточные итоги работы этих двух кафедр на протяжении 50 лет. И нам есть о чем говорить, потому что действительно уникальные разработки, связанные с разработкой изучения механизмов развития сахарного диабета, гипертонической болезни, постреанимационной болезни, развитие циррозов, онкологических заболеваний. И можно много-много другое говорить. На конференцию приехали ученые практически со всех медицинских университетов Украины. Студентам также есть что показать. Со своими докладами они тоже выступали на конференции. Хортицкая лестница вновь преобразилась. Любимое место молодоженов отреставрировали еще в конце прошлого года. Сделали косметический ремонт, покрасили лестницу, установили декоративные шары и лавочки. Но из-за морозов краска потрескалась, а бетонные шары разрушились. Теперь, когда погода наладилась, подрядчик переделал свою работу. Вот как выглядит Хортицкая лестница теперь. Она и раньше пользовалась популярностью, особенно у свадеб. Но и сейчас, в принципе, гуляющих очень много. Выходные – это стабильно здесь народу. Гуляют очень много с детьми, мамочки, свадьбы, влюбленные всякие. Фотографируются, когда свела сирень. Буквально пару недель назад здесь просто было очень много людей. 20 лет назад возобновить работу заповеднику Хортица удалось с помощью гранта в размере 50 тысяч гривен. Выигранный в конкурсе социальных проектов «Мы – это город» от комбината «Запорожсталь». Отдельного финансирования требует часть лестницы возле беседки. Там полностью разрушены перила. Однако, когда удастся их отремонтировать и кто профинансирует, пока неизвестно. Лучшие из лучших. В Запорожье состоялся полуфинал конкурса «Мы – это город». Экспертный совет отобрал 63 заявки на участие в программе. Один из самых сложных этапов конкурса – презентация проектов. Желающих получить финансирование от комбината «Запорожсталь» для реализации своих социальных инициатив много. Общий бюджет конкурса – порядка полутора миллионов гривен. На реальное воплощение своих идей победители могут получить до 100 тысяч гривен. Подробнее расскажет Евгения Мельник. Во Дворце культуры металлургов собрались участники очередного этапа конкурса «Мы – это город». «Я очень волновалась, потому что я очень хочу выиграть для наших деток этот проект. Поэтому участвуем в корпусе, потому что мы за свои деньги это сделать не сможем». «Все лучшее детям» – так называется проект Людмилы Павловой. Она мечтает открыть игровую площадку для маленьких жителей Осипенковского микрорайона. В таких конкурсах раньше не участвовала, но надеется на победу. «Я просто 10 лет работаю председателем. Очень много, я считаю, сделала для дома. А нет, проект – вот сама вышла, повторокировала, придумала. Повер-повед программу нашла, установила. Все». Большое количество проектов-участников направлены на развитие культуры в регионе. Анна Таланова работает над созданием киноальмонаха «Запорожье. Я тебя люблю». «Я думаю, что тема любви всегда актуальна. Без любви не было ничего живого в мире. Поэтому мы хотим с помощью нашего проекта донести, что, во-первых, в Украине есть замечательные кинорежиссеры, молодые, активные, креативные сценаристы, замечательные актеры. И вот наш кинальмонах, он как бы идет сейчас в ногу со временем, потому что сейчас идет эпоха возрождения украинского кино в целом». На презентации участники конкурса «Мы – это город» 2014 года. В прошлом году проект Ксении Рыкун, по словам представителей экспертного совета, нужно было доработать. В этом году девушка прошла в полуфинал. Считает, одно из самых актуальных направлений – спорт. «Мы провели фестиваль художественной гимнастики, всеукраинский, первый, планируем его делать ежегодно. Мы создали Запорожскую школу художественной гимнастики «Нить Ариатны», там, где успешно занимаются 20 детей. И вот сегодня просим грант на приобретение гимнастических ковров. Пройти в полуфинал – это очень сложно. Потому что комиссия довольно объективная и регламент очень жесткий. Поэтому, конечно же, оптимизма не теряю. Надеемся. Ко всем проектам, а их рассмотрено более 160 – четкие требования. Цели презентованных программ улучшения жизни в регионе – самые разные. Очень интересные, очень актуальные проекты, которые предлагают нам жители города Запорожья. Как мы уже говорили, они направлены на и благоустройство, и волонтерство, и помощь бойцам АТО. И, соответственно, конечно, самое главное – это проекты, которые направлены для наших маленьких детей. Я хочу пожелать судейскому корпусу хорошего судейства. Ну, и должен сказать, что победить сильнейшим. Подведение итогов и торжественное награждение победителей конкурса «Мы – это город» состоится 7 июня. Павел Васильев, Евгений Амельник, Константин Кружко, ТВ5. В Бердянском клубе юных моряков «Азовец» стартовал новый сезон. 43-й год подряд с наступлением теплой погоды будущие капитаны уходят в море. Бердянский клуб юных моряков – учреждение некоммерческое. Денег из местного бюджета едва хватает на оплату коммунальных услуг и зарплату тренеров. Несмотря на финансовые трудности, в клубе занимаются около 300 бердянских школьников. Подробнее Игорь Стрельцов расскажет. После теоретической подготовки, как только устанавливается теплая и спокойная погода, детвора выходят в море на практические занятия. Для Димы Расторгуева это второй сезон. Перед тем, как спустить яхту на воду, ее необходимо тщательно осмотреть. Все проверить, чтобы закреплено было, как ходит. Проверите, в блочки все привязано, все как ходит. Все вставлено, чтобы штах был натянут, все проверено. Сегодня, по словам Димы, погода не очень подходящая. Когда ветер сильный, скорость очень хорошая и очень как бы такой адреналин. При сильном ветре не всегда удается справиться с яхтой. Разворачиваясь, она может перевернуться. Такие случаи у Димы уже были. Будущий капитан знает, что паниковать не стоит. Ветер как-то изменился, яхта слишком быстро накоренилась, я не успел ничего делать. В клубе занимаются не только юноши. Стать капитаном дальнего плавания мечтает и 15-летняя Виолетта Щербакова. Три года девушка успешно осваивает морское дело. Мозоли на руках и постоянная усталость. Но в море все равны. Поблажек для слабого пола нет. Мне было очень страшно. Эти крены. Я думала, что мы сейчас перевернемся. На самом деле ничего страшного потом не было. Что-то привыкла. Велась как-то. Потому что я хочу продолжить свое будущее именно с морским делом. И поэтому я сюда хочу. Предстоящий летний сезон у юных моряков будет насыщенным. 1 июня стартует традиционная городская регата, посвященная Дню защиты детей. Спустя несколько дней лучшие яхтсмены клуба примут участие в розыгрыше Кубка Украины, который пройдет в Днепропетровске. Руслан Левицкий, Игорь Стрельцов, Бердянск, ТВ5. Children's Kino Fest добрался до Запорожья. Международный фестиваль искусства кино для детей и подростков был основан в 2014 году. Миссия фестиваля – популяризировать кино среди детей всех возрастов и развивать традиции семейного культурного досуга. Впервые конкурсная программа будет представлена и запорожским зрителям. Какие киносюрпризы приготовили организаторы, знает Мария Маракелян. Главный герой Children's Kino Fest Савенок Чарли продолжает знакомиться со зрителями. В этом году география фестиваля охватывает 14 городов Украины. Но главное – окунуться в мир детского кино теперь намного легче. Все показы стали абсолютно бесплатными, потому что у нас был самый простой год и появилось очень много людей, которым нужна, с одной стороны, психологическая помощь, и с другой стороны, у них очень сильно ограничен доступ к культуре. Поэтому большая часть фестивальных билетов распространяется среди волонтерских организаций, среди семей переселенцев, среди инвалидов и других групп, которые очень редко могут позволить себе попасть в кино. В международной конкурсной программе будут представлены семь фильмов. Работы показывают разнообразие жанров и стилей детского европейского кино. От новой экранизации «Пиноккио» и кинокомикса «Мальчики-супергерои» до сюжетов о юношеской любви и маленьких звездах джаза. Ответственная роль посла Children's Kino Fest в этом году досталась лидеру группы «Пиано Бой», музыканту и композитору Дмитрию Шурову. Сначала я думаю, что я делаю с легким испугом, но, как выяснилось, у посла должна быть какая-то своя все-таки четкая концепция, зерно. И я обратился к какому-то своему опыту последних лет, опыту просмотра совместного с моим сыном фильмов, например, «Беспекаблами ми-2» или «Фильма чужой». А также опыта, когда я делал музыку для спектакля «Золушка», для театра «Современник» в Москве, который был рассчитан на детей и взрослых. И какой-то, видимо, посольский месседж у меня сформировался, и я принесу его в массы, в том числе и вам. Помимо конкурсных работ, организаторы предлагают посмотреть лучшие украинские мультфильмы. От народной классики до призеров мировых фестивалей. Мы собрали совместно со студией «Украинский фильм» вот такую вот программу короткометражек анимационных, которые бы отражали всю историю студии. То есть, начиная от каких-то культовых мультфильмов, вроде «Бетрика Пьяточкина и Капитошки», и заканчивая последними хитами фестивалей, вроде «Шел дэмвай девятый номер, все по Коваля» или мультфильма «Халобудка», который вообще только-только был закончен. Специальным событием «Чудрэн кинофеста» станет ретроспектива фильмов Бастера Китона, приуроченная к 120-летию со дня рождения маэстро «Немой комедии». Изюминкой фестиваля станут также кинофокусы от самих зрителей. Для конкурса «Сними как Мельес» украинцы создавали свои аматорские фильмы в стиле великого режиссёра Жоржа Мельеса, который ещё 125 лет назад первым использовал спецэффекты в кино. Лучшие работы конкурса будут показаны перед всеми сеансами фестиваля. Вместе с тем, настоящая магия кино заключается в том, что совместный просмотр ещё больше сближает родителей с детьми. Вы переходите в какую-то немножко иную возрастную реальность. Я становлюсь немножко меньше, и мне становятся смешные шутки, в том числе туалетного юмора. А он начинает понимать лучше какие-то сцены про любовь, про отношения между людьми, про какие-то серьёзные вещи. И после этого всегда есть о чём поговорить. Фильм «Победитель фестиваля» определится по итогам зрительского голосования. Мария Маркелян, Александр Бережной, ТВ5. Первый фильм конкурсной программы в Запорожье покажут уже завтра. «Чилдрен Кинофест» продлится до 7 июня. Победитель определится по итогам зрительского голосования. Это была последняя информация в выпуске. Напоминаю, о новостях Запорожья и области вы всегда можете узнать на нашем сайте tv5.zp.ua. Если вы хотите поделиться с нами интересной информацией или видеоматериалами, рассказать о проблеме или высказать своё мнение, пишите главред.tv5.zp.ua. В студии работала Алена Матвеева. Увидимся в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин